Привет, друзья! Меня зовут Викли и добро пожаловать на разбор новой серии Скибиди Тойлет. И сегодня мы разберем Скибиди Тойлет 69, а именно ее первую часть. И да, я знаю, давненько не выходили ролики, да и в целом этот разбор я делаю уже достаточно поздно, ведь серия вышла почти 4 дня назад. И причину, по которой не выходили видосики, вы можете узнать в моем телеграм-канале. И в нем я публикую не только новости о моем ютуб-канале, но и различные новые кадры к новым сериям Скибиди Мультивселенной и будущем Скибиди Тойлет. Так что подписывайтесь прямо сейчас, ну а мы начинаем. Всем приятного просмотра и поехали! Как мы помним, в прошлой части наши агенты спустились в лифте на нижние этажи Скибиди Лаборатории. И прямо сейчас мы узнаем, что же там с ними произошло. И в самом первом кадре на нашего ПОВ-агента прыгает Скибидист. А если быть точнее, то это Скибиди Паук с лицом известного персонажа по имени Мэйл07. Думаю, многие его уже знают. Также рядом со Скибиди Пауком валяется скелет. Самый настоящий человеческий скелет. Но если промотать видео немного дальше, то мы видим еще один скелет. Правда, на этот раз в одежде. И если присмотреться, то можно понять, что это одежда ученого. Возможно, первый скелет также был когда-то ученым. В общем, на базе у Скибидистов лежат останки людей. Итак, наш ПОВ-камерамен достает свое оружие. И это Вантуз с шипами. И можно понять, что мы наблюдаем за не совсем обычным камераменом. Понятное дело, что мы смотрим за Вантузменом. Итак, наш агент со своим новым пррачным оружием уничтожает Скибидиста. Он поворачивается, и мы видим Спикермена 2.0. Который уже разобрался с одним Скибидистом. И прямо сейчас пришибает второго. Кстати, судя по всему, это Скибиди-захватчик. И тут прибывают еще захватчики. С которыми наши агенты также успешно справляются. Один из них уже хотел захватить Спикермена 2.0. Но тот его уничтожает своим звуковым ударом. Ну и кидает о землю, добивая его. Камера еще раз разворачивается, и мы видим наш отряд агентов. Двое из них, к сожалению, были уничтожены. Но остальные добивают Скибидиста. Ну а перед нами стоит камерамен в красной рубашке. А также рядом с ним Спикермен с красным галстуком. Ну а на заднем плане начинает играть достаточно прикольная музыкальная композиция. Из различных дверей, судя по всему, это камеры для Скибидистов, выглядывают эти же самые Скибидисты. И как можно понять по их выражениям лиц, они достаточно сильно напуганы. Напуганы тем, что агенты пробрались прямо в их логово. Вантузмен идет и заглядывает в различные камеры. В одной из них он видит горящего Скибидиста. Скорее всего, это прототип огнедышащего Скибидиста. Только вот этот не рассчитал свою силу и спалил себя полностью. Следующая камера со Скибидистом, который явно немножечко сошел с ума. Еще одна камера Скибиди. Скелеты. И да, здесь сразу можно вспомнить того огромного Скибиди-скелета, которого одолел Титан камерамен. Ну а еще эти Скибидисты мне напомнили мем со скелетами. Наши агенты движутся вперед. Камерамены просто идут. Ну а спикермены, в свою очередь, немного танцуют. И все наши герои заходят в некое огромное помещение. Здесь мы видим, как кто-то пролил вишневый сок. А также мы видим кучу корпусов Скибидистов. Все это помещение очень сильно похоже на какую-то комнату для испытаний. И тут к Вантузмену прилетает камера. Он разворачивается и мы видим, для кого все-таки эта комната была сделана. Ну либо не конкретно для него. В общем, этот стрёмный Скибидист нападает на наших агентов. Одного он сразу же уничтожает. И как мы видим, его не берет парализующая пушка. Ну и наш Вантузмен также начинает атаковать. Но этот Скибиди-мен достаточно стойкий. И поэтому он атакует в ответ. Но на него тут же нападает Спикермен. И в конечном итоге Вантузмен все же добивает Скибидиста. Но тут что-то происходит. Включается тревога и все камеры открываются. Мы видим, как выходит очень и очень много Скибидистов. Ну а камермен в красном уже успел открыть пару дверей. И все агенты быстро бегут в его сторону. Ну а кто-то летит, а именно Спикермен 2.0. Тут из двери появляется еще один Скибидист. Но благо его успевают закрыть. Как и вторую дверь. В которую кое-как успели пробежать два Спикермена. И прямо перед закрытием появляется еще один новый Скибидист. Пока не совсем понятно, кто это такой. Но что точно можно увидеть, так это его шляпа. Возможно, это один из мафиози. Но позже мы подробнее разберем его внешний вид. У меня даже появилась теория, на кого же этот Скибидист может быть похож. Итак, Спикермены начинают танцевать. Ну или же Флексити. Тут сзади них дверь просто взрывается. И появляется как раз-таки тот самый Скибидист. Он произносит очень и очень стрёмные звуки. Наши агенты быстренько убегают вперед. И благо почти все успевают забежать в открывшуюся дверь. Но все же двое агентов не успевают. И как мы видим, они уже немного ранены. Вантазмен просит подождать и не закрывает дверь. Однако Спикермен решает не рисковать. И все же он ее закрывает. Камерамены уничтожены. Но и в то же время Скибидист не смог пробраться к нашим остальным агентам. Мы видим, что Спикеру тяжело, но ему пришлось это сделать. Это же и понимает Камерамен в красном. Ну а Вантазмен приходит в гнев и начинает бить своего товарища. На что тот никак не отвечает. И по-моему здесь мы впервые видим разногласия между агентами. Но все же вроде бы все быстро приходит в норму. Я думаю то, что в будущем таких ситуаций возможно больше не будет. Ну и в следующем кадре мы можем подробнее разглядеть нового Скибидиста. Он очень сильно похож на всеми известного Майкла Джексона. Только уже на закате своей карьеры. В целом я думаю то, что многие заметили это сходство. Ну что ж, наш Вантазмен посылает всех Скибидистов. Агенты идут вперед и на этом эпизод заканчивается. Ну что ж, пиши в комментариях какие моменты я мог упустить. Также пиши понравилась ли тебе серия и мой разбор в целом. Мне будет правда очень и очень интересно почитать. Ну и на этом все. С вами был Твикли. Всем огромное спасибо за просмотр. Я не прощаюсь и говорю до новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok